Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня на повестке дня у нас тестирование новинок Фаберлик по пятому каталогу. Это три масочки. Это серия DreamTherapy. Ночной кремушек. Масло, масло, масло. Крем-масло для душа. Зубная паста. Еще мы с вами завтра сделаем кашу новую и протестируем средства для мытья посуды. Сейчас у нас уже вечер, я готовлюсь ко сну. И буду принимать душ с этим маслом. Расскажу вам свои ощущения, как это и что это. Вообще по аромату мне серия очень понравилась. В обзоре каталога я вам показала, как она выглядит. Аромат классный, мне очень нравится. На пасту возлагаю большие надежды. Может быть, хоть одна паста Фаберлик мне подойдет. Попробую все с вами. Но пока я пошла в душ и потом вам расскажу. Ну что, девчонки, принимать душ очень приятно. Текстура такая, действительно, когда по телу разносишь ручками, да, масляная. Это средство мы используем с вами без мочалки. На влажное тело наносим, массируем, смываем. Приятно. Приятная очень текстура такая. Руки катаются по телу, да, как будто действительно маслица. Смываешь все ощущение чистоты, как бы все нормально, все хорошо. По факту на коже еле-еле уловимый запах пока есть. Я даже вышла из ванны, подошла к мужу, говорю, пахнет от меня. Нет. Чуть-чуть, говорит, совсем-совсем чуть-чуть. Прям вот если принесется. Из тюбика, когда открываешь даже крышку, запах очень ярко выражен. А тело, ну, прям вот еле-еле, девчонки. Но в ванной стоит такой аромат, шлейф. То есть сама по себе процедура, возможно, да, расслабляющая. И оказывает какое-то расслабляющее действие. С этим спорить не буду, посмотрим. Так, что у нас сейчас дальше? Дальше мы с вами будем умываться. Снимать макияж. Умываться и делать масочку. Я выбрала вот эту розовую. Сегодня возрождающую хочется сделать. К каждой масочке у нас прилагается лопаточка. С утра с вами завтра сделаем голубой гелевый пробуждающий, потом желтенькую, да. Так, артикул маски 0043 розовый. И она у нас. Вот здесь Центелла азиатская. Так, два способа нанесения. На очищенную кожу лица оставить на ночь. Это для более интенсивного эффекта. И для экспресс-результата плотным слоем на очищенную кожу лица оставить на 10-15 минут. Вот так мы с вами сделаем. На ночь я не хочу оставлять, потому что на ночь я хочу вот этот кремшек протестировать. Вот. Она нам с вами обещает, что обещает? Защитные свойства восстанавливает, повышает эластичность, защищает от преждевременного старения, устраняет следы стресса и усталости. То есть это должен быть такой эффект небольшой румянца, разглаживание лица, повышение тонуса, да. Ну, посмотрим, посмотрим, по факту своим посмотрим. Сейчас буду снимать макияж. Ну и что, очищенная. Сейчас еще перед масочкой зубную пасту с вами протестируем. Так, нет, я возьму свою другую щетку. Вот. Так. Они по цвету подходят. Открываем. Я вам уже показывала, она такая гелевая, голубая. Вот. И сильно-сильно мятная. Так, артикул 2670 пасты. Здесь ее, в принципе, немного. И сейчас я почищу зубы и к вам вернусь. Мятная. Действительно, очень мятная. Для тех, кто мятные такие пасты сильные и не любит, не подойдет, девчонки. Эмаль хорошо очистила. Как бы все. Отличненько. Эмаль чистая. Налет убрала. Неприятных никаких ощущений нет. Буду смотреть по факту. Если не нескольких дней, хотя бы ее тестировать. Я не знаю, почему на ночь. Мне кажется, можно и на утренней основе применять. Посмотрим. Может, буду утром и вечером, чтобы посмотреть, действительно, как зубы себя ведут после этой пасты. Так, теперь масочка у нас с вами. Здесь такая вот еще крышечка есть внутри. Немножечко на крышечке масочки. Мне кажется, лопаткой будет не очень удобно работать с ней. Тем более, она у меня куда-то запропастилась. Ясное дело. Нашла. Поэтому я приготовила кисть. Мы с вами ее уже ковыряли. Она такая, как суфле для тела. Да, тоже малиновая у нас есть. Смотрите, лопаткой по мне ее наносить. Нет, ну нормально. Но не очень, мне кажется. Я не люблю. Я кисточку возьму сейчас. Я уже приготовила. Мне кажется, кисточкой будет поудобнее. Сейчас попробуем. Ну да. Мне как-то кистью приятней. Хотя лопаточкой делается слой поплотней. Если лопаточкой вот такой плотный слой делать, то вот этой баночки раз на три хватит. Блин, неудобно. Видите, кусками? Ах, как неудобно. Аромат классный. Мне очень понравился аромат у этой маски. Прям такой... Какой-то весенний. Зеленый с клубничкой для меня. С земляничкой, что ли, даже чуть-чуть. Но больше зеленые нотки такие. Свеженькие, классные. Очень приятный аромат у масочки. Так, не падай, не падай. Посмотрим, будет ее съедать кожу вообще или нет. Ой, как классно пахнет. Вообще, тащусь. Самое приятное по аромату из всех трех масок. Такой отдушки еще в Хуберлик не было. Ни на что не похоже для меня, по крайней мере. Мой нос так воспринимает. Лопаточкой на ней наносить, если будет поплотнее. Я такие продукты наношу и на веки. Вы знаете меня, кто давно смотрит. Я не наношу только пленки и... И глиняные маски, которые я застываю, такие наношу. Потому что я считаю, что веком... Пусть не таким толстым слоем, но тоненьким обязательно наношу веком. Тоже самое питание нужно, что и лицу. Да? У нас же очень мало... Вообще, в принципе, в продажах у Хуберлика вообще нет масок для век. Правильно? Что мы, получается, все лицо напитали с вами о веке. А веки кто будет питать? Они стареют самые первые. Да? Да, конечно, да. Так, ну, даже при таком нанесении, не сильно прям плотном, но достаточно плотном, да? Ну, наверное, четверть или пятая часть масочки ушла. Пятая часть, наверное. Раз на пять ее хватит. В принципе, три баночки вот таких вот разных масочек каждый день чередовать почти на каталог хватает. Я люблю каждый день делать маски. Кто-то раз в неделю делает. Если раз в неделю делать, то, конечно, хватит надолго. Так, везде как следует все нанесла. Все нормально. Вот, девчонки, она такая светло-розовая на лице. Запах просто космический, космический. Супер. Так, артикул я в маске вам сказала? Нет, наверное. Или сказала? Сказала 0043. Буду ждать 15 минут, и дальше будем с вами продолжать тестирование. Ну что, девчонки, прошло 20 минут где-то, может, даже чуть побольше. Кое-где местами маска съелась, да, и где-то вот осталась до сих пор таким достаточно плотным слоем. Кремовым. Ну, как баттер, да, даже кремом не назовешь. Мне кажется, если на ночь вот эту маску наносить, не смывать, даже тонким слоем будет как-то тяжеловато. Ну, моей кожи, по крайней мере. Давайте смывать, смотреть на эффект. Ну, что по факту. Смывается она как-то тяжеловато, потому что вот этот баттер-баттер прям, допустим, спонжами Фаберлик будете возить долго по лицу. Надо либо такие спонжики из фикса, либо даже щеточкой силиконовой. Вот, девчонки, ну что, ну, румянец появился. То есть вот эту функцию вам не очень, наверное, видно, но он действительно появился. Так, какую функцию? Устраняет следы стресса и усталости. Возможно, да, вот знаете, какое-то свеженькое лицо по поводу тактильных ощущений. Нежненькое, гладенькое, упругое. Тон достаточно ровный, да, не считая вот этого румянца, таких покраснений нигде не возникло. Оно увлажненное, как будто даже слегка напитанное, с эффектом матирования после умывания, да. Пока мне все нравится, знаете, пока все нравится. Неплохо. Я, кстати, пока сидела в маске, вот этот крем Лав протестировала. Нанесла его, крем в артикуле 2608. Протестировала вот на все тело у меня какой тут был расход, да. Сейчас я его на ручки нанесу еще, потому что сейчас в воде ковырялась, пока маску смывала. Нанесла на все тело, на ручки, на живот, на спину, ну, кроме ног. На ног у меня каждый вечер венотоник теперь неизбежно. И мне понравилось. Вы знаете, девчонки, кожа такая прям напитанная. То есть кто не любит достаточно плотные питательные текстуры на тело, это не ваша история. Это такой действительно очень похож по текстуре на Нивию, на самом деле, который в баночке он прям питает. Жирности от него никакой не остается, но я вижу отчетливую разницу до нанесения и после. То есть кожа увлажнена максимально, напитана, все супер. И для ручек мне тоже прям нравится. Сразу вся кутикула напитана. И аромат у него классный. Крем суперский для сухой кожи, девчонки, прям вот берите. Я сейчас дочь у меня тоже водные процедуры примет. Еще у нее на щечках попробую вот этот кремушек, потому что не до конца у нас после зимы еще прошли шелушения. Мне кажется, он поведет себя великолепно. Я прям больше чем уверена. Понравился прям на все тело, очень комфортно. И, кстати, после вот этого вот масла для душа, да, расслабляющего крем-масла для душа, кожа слегка увлажненная, не пересушивается. Нет сухости, нет шелушений, тоже все нормально, все комфортно. Но кремушек еще захотелось, все равно кремушек еще захотелось. Так, масочку розовую мы с вами убираем, она неплоха. Завтра утром у нас с вами будет на очереди голубая освежающая протестируем. И сейчас у нас очередь кремом. Но перед кремом мы с вами чем-нибудь сбрызнемся, допустим, биомикой. После масочки восстановим нашу кожу после всех процедур умывания, да. Так, и теперь крем. Сам крем, он без лопаточки у нас, в стеклянной баночке. Взяла именно крем, а не маску захотелось протестировать. Артикул 2615, он нам обещает. Он нам обещает. Так, укрепление защитных свойств, активирует процесс восстановления кожи после светового дня, способствует замедлению возрастных изменений, нежный аромат настраивает на сон и делает пробуждение бодрым. Ну, я не знаю, конечно, как вот делает пробуждение бодрым. Делает пробуждение бодрым вовремя, когда ложишься спать. Вот это делает пробуждение бодрым, а не за полночь. Он зафольгирован был. Сейчас мы с фольги с вами возьмем остаточки и выбросим ее. Это достаточно плотный крем. Я уже вам тоже в обзоре заказы показывала, да? Я рукой лажу крем, потому что так хочу мой крем. Так, нанесла. Запах приятный, приятный на самом деле. Приятный, может быть, он и правда расслабляет. Мне сейчас уже хочется упасть. У меня такой длинный день, и обзор заказа сразу начали с вами тестерствовать. Мне уже хочется упасть в кроватку, и все. Сейчас я так и сделаю после кремушка обязательно. Текстура питательная. Ну, он тает почти сразу на коже, да, видите? Он почти сразу тает. Ну, и чувствуется такая питательная текстура. Не знаю, как для жирной кожи. Да нет, для жирной кожи на ночь тоже неплохо, девчонки. Как легкий холодок, что ли, откуда-то. Прям интересно. Ну, жирности излишнюю он не вызывает, да, видите? Нормально все. Мне кажется, сейчас впитается, будет вообще красота. Пока еще не впитался он еще. Но нет никакого парникового эффекта, пленки никакой от него я тоже не чувствую. Все комфортно. Сейчас почему-то в т-зоне вот тут немножко пощипывает. После маски как-то странно вот тут. А так все комфортно. Он питательный, он действительно. Питательный не просто легкий какой-то, легкое увлажнение, а он питательный. Такой полноценный ночной питательный кремушек. Сразу личико так разгладилось, напиталось. Да, все-таки блеск есть слегка, но он не такой вот нежирный блеск, и я его на коже не ощущаю. За что я и люблю Фаберлик, девчонки. Вот именно Фаберлик, такие крема, которые ты на коже не ощущаешь. За редким-редким исключением. То есть они свою функцию выполняют, но ты их на коже не ощущаешь. Они не создают парниковый эффект, и подкожники от них не вылезают. Вот это главная черта, за которую я люблю, очень-очень люблю уход Фаберлик. И даже после дорогого люксового ухода все равно возвращаюсь к Фаберлик. Потому что нравится, потому что подходит. Но он пока еще не впитался. Липкости в принципе нет, но если только вот совсем такая легенькая, все комфортненько. Лицо напитанное, увлажненное, разглаженное, тон ровный. Пока все прекрасно. Завтра на утро с вами включаемся и посмотрим еще, как будет лицо выглядеть с утра. Да, после этого крема пока как бы все замечательно. Мне нравится. У меня сейчас тип кожи, чтобы вы понимали, да, нормальный, не жирный, не комбинированный, не сухой, а нормальный. Вообще нормальный. И мне нравится. Мне кажется, для сухой кожи, возрастной, это вообще будет классный уход на самом деле. Для жирной, вы просили меня делать на этом акцент, я все время забываю. Для жирной кожи, девчонки, ну, после хорошего очищения на ночь нормально, нормально. Если прям совсем жирная кожа, то может и утяжелить где-то, да. Мне кажется, тогда лучше взять ночную маску, там гелевая текстура, она будет полегче. Из этой серии. Прям вот жирная совсем. Для комбинированной будет нормально. Тоже полноценный такой ночной уход. Мне пока нравится. Ну и все. И как нам тут пишет Фаберлик, спокойной вам ночи, мои дорогие. До завтра. Всем доброе утро. Сказать, что я как-то легче проснулась из-за крема ночного, да, не могу, потому что у нас пасмурно. Проснулись мы рано, в начале 9-го. Но кожа выглядит хорошо. Сейчас пойдем с вами скоро в ванну, покажу поближе, будем тестировать маску. А сейчас будем варить кашу новую. Это с бананом и лукумой. Так, что нам надо? В кипящее молоко в воду объемом 600 мл высыпать содержимый пакет. Я буду на 300 мл на двоих нам. Так, перемешать, довести до кипения, убавить огонь. Варить на медленном огне 5 минут. Снять с огня, подсластить по вкусу. Хорошо, все понятно. Я сделала воду пополам с молоком. Сейчас буду засыпать половину содержимого пачки. Так, аккуратненько. Не переворщить его. Так, нормально. На 300 мл пол пачки. И теперь 5 минут на медленном огне будем варить. Вот как выглядит каша, девчонки, после 5 минут варки. Я добавила чуть-чуть сахара, чуть-чуть соли, немножко сливочного масла. И много, половина пачки нам на раз еще осталось. Неплохо. Овсянка и в Африке овсянка. Вкуса банана я здесь не чувствую. Не, не чувствую, девчонки, банан совсем. И лукума, или как ее правильно называть, тоже не чувствую. Чувствую овсянку на молоке. Чуть подслащенную, чуть подсоленную. Ну что, девчонки, кожа после крема ночного, да, выглядит хорошо. То есть никаких отеков не появилось, он не утяжелил. Обычно, если крем тяжеловат, у меня могут появиться отеки под глазками, да. Цвет ровный, все нормально, все прекрасно. Я довольна. Мне нравится, как я выгляжу с утра, значит, крем подходит. Я всегда делаю вывод таким образом. Если с утра я нравлюсь себе без макияжа, значит, крем хороший. Надо брать. Сейчас у нас с вами, девчонки, будет голубенькая масочка на затесте. Вечером с вами сделаем желтую у нас осталось, да. Я еще не умывалась, ничего. Сейчас умываюсь и начнем тестировать. Голубенькая маска обещает нам с витамином В3, это хорошо, не ацинамид. Мгновенно освежает, улучшает и увлажняет внешний вид кожи, регулирует выработку серба, поддерживает барьерную функцию. Классная такая гелеобразная масочка в артикуле 0042. Открываем заглушку. Чепонько. Я не представляю, как ее на лицо наносить мы сейчас будем. Мне кажется, и кисточкой будет неудобно. Такая консистенция странная. Давайте попробуем лопаткой сначала. Вот она свою форму обратно приняла. Мы с вами ее вчера ковыряли. Видите? Как заливное. Лопаткой, девчонки, неудобно совсем. Она сейчас будет отваливаться кусками. Пробуем кисточкой. Боюсь, тоже будет отваливаться. Сейчас прям. Да. А-а-а. Очень неудобно наносить. Очень. От слова совсем. Надеюсь, это того стоит. Пока эти кусочки вот так размажешь. Как холодно. У меня прям кусок отвалился в декольте. Ай-ай-ай. На лопаточке, мне кажется, это совсем не вариант. Кисточкой хотя бы размазывается чуть-чуть. Какие неудобства нам с вами приходится, девчонки, претерпевать, чтобы наша кожа была всегда молодой и красивой. Тихонечко так растираю. Иначе прям варится. Да уж. Сейчас. Потом пойдем с вами мыть посуду. Покажу вам консистенцию нового геля. Мне показалось, что в бутылке он гуще. А еще мы вчера собрали кроватку. Забрали, собрали. Папа забрал ее из магазина. В дочках, сыночках. Мы ее брали. Я заказала. Она в магазине. Так, стоит 12 тысяч. На сайте была около 9. 10. 9 чем-то, по-моему. А я попала на акцию, нашла промокод и взяла ее за 6 800. Еще мне бонусы вернутся. Это к выгодным покупкам. Я вам уже рассказывала, как можно выгодно оплачивать косметические заказы Фоберли, Кейвен, Арифлейн, чем вы пользуетесь и так далее. Если вы пользуетесь бонусами спасибо, там на определенном уровне можно подключить себе бесплатно 2 категории продуктов с повышенными бонусами. Сейчас в этом периоде я всегда подключаю косметику. 10% от всех покупок возвращается. То есть я делала заказ, допустим, грубо говоря, на 5 тысяч, да? 500 рублей мне возвращается бонусами. Я потом их могу потратить на аптеку. В Сбермаркете пятерочка сейчас не принимает. А в дочках-сыночках тех же самых принимают. Еще на Азоне тоже перестали, к сожалению, принимать. Вот. Но много где есть их потратить. И я подключила еще в этот раз категорию детства. И там тоже 10% большой бонус возврата. И дочки-сыночки туда входят. То есть за 6800 я взяла кроватку и 680 бонусов мне обратно вернулось. То есть по факту взяла практически за 6000 ее. Я считаю, эту покупку очень выгодна. Сейчас вам покажу. Сейчас в ней катается кот. Интенсивно. Со вчерашнего вечера. Ребенок там катает кота. Он вроде не против. Но она его отвлекает игрушками и катает. Так, все. Вот. Нанесли. Я приловчилась, как ее наносить. Но не очень удобно. Лопаткой вообще нет. Точно нет. Абсолютно нет. Холодок классный. Такой приличный. Не могу сказать. От Агафьи. От моей любимой. Которую я вам тоже советую. От нее еще идет пощипывание. Здесь оно, кстати, тоже есть. Ну, легкое. Пощипывание такое морозное. Скажем так. Ну, прям, прям да. Прям, да. Прям действительно холодок такой ярко, ощутимый. Все прям, как я люблю. Класс. Сейчас она должна пробуждать кожу, эта маска. Судя по этому холодку, выравнивать цвет, я прям надеюсь на это. Холодок есть. Он очень ощутим. Сейчас буду ходить с ней 15 минут и расскажу вам, сколько этот холодок на коже держится. Вот, девчонки, смотрите, намочила губку и какой консистенции у нас с вами новый гель. Видите? Он погуще. Погуще, чем предыдущий. Да, однозначно. Это у меня лайм. Сода эффект. В артикуле. В артикуле 397. Погуще. Видите, он такой прям погуще. Да, гель сам по себе погуще. Сейчас буду мыть посуду. Ну что, девчонки, прошло минут 20-25. Гель так остался на лице. Мне кажется, кусками вот так вот будет сходить. Такой плотный гель. И холодок до сих пор есть. Прикольно. Такая холодная кожа. Сейчас будем смывать, смотреть на эффект. Маску смыла, а холодок на коже еще остался. Прикольно. Она такая прям на ощупь холодная. По эффекту мне нравится. Мне нравится. Кожа упругая. Вот такие вот гелевые маски. Плотные, я вам уже говорила. Они всегда как-то почему-то делают кожу упругой. Прям упругая. Классно. Увлажненная. Румянец тоже появился. Такой вид свеженький. Все отлично. Тон ровный и румянец. Никаких покраснений, раздражений, ничего нет. Кожа упругая. Вот все, что я пока от этой маски вижу. Кому подойдет? Подойдет для любого типа кожи. Для сухой. Очень сухой кожи. Может быть, не очень. Потому что прям... Знаете, после нее такой эффект мотирования. Для жирной комбинированной на летнее жаркое время год будет вообще прям находка. А вот для сухой, ну, как-то, возможно, захочется уже сразу нанести прям что-то вот кремушек какой-то, какой-то дальнейший уход. А так в целом мне очень понравилось. Хорошая масочка. Такие люблю. Лицо до сих пор холодное. Умывалась теплая вода, лицо до сих пор холодное. Есть вот этот вот холодок. Классно. Такие маски люблю, поэтому мне нравятся. Так, ну все. Вечером у нас с вами будет затест желтенькой масочки. Маска третья. Банановая, девчонки. Артикул этой маски 0044. Делаю ее на ночь. С провитамином В5. И она нам обещает поддерживать барьерную функцию кожи. Синтез коллагена. Смягчает, увлажняет, дарит ощущение комфорта. Погнали. Я опять взяла кисточку, потому что думаю, что лопаточка и эту маску тоже будет наносить неудобно. Она прикольная. По текстуре самая такая прикольная. Ярко выраженный аромат банана. Прям бьет в нос. Банчик. Погнали. Смотрите, какая консистенция интересная. Да? В принципе, это может быть и лопаточкой нормально будет наноситься. Она так кусками не отваливается с кожи. Ее, видите, практически не видно на коже, потому что она какая-то такая интересная, матовая. Такой спор в зале разворачивается. Игра в монополию. Папа с дочерью. Вы играете в монополию? Расскажите, девчонки. У нас была обычная, классическая. А сейчас папа на 8 марта подарил ей с голосовым управлением. И прям ей очень нравится. Обязательно каждый вечер должна состояться партия. Так. Ее на лице прям незаметно. Она как будто матирует кожу, да? И не видно. Прям банан-банан. Бананчик. Молодцы, Фаберлик. Я еще хочу масок. Еще хочу расширение очень детской линейки. Но что-то в ближайших каталогах, по-моему, не предвидится. Навеки. Так, все. Вот даже не вижу, где нанесла, девчонки. Потому что ее не видно. Такое она интересная. Да, вроде везде нанесла. Вот, все. 15 минут буду ходить. И будем смывать. Потом, с завтрашнего дня, буду тестировать их тонким слоем, как маска ночная и не смываемая. Все три. И по завершении этого тестирования обязательно напишу на каждую маску отдельный пост в инстаграм. Прикольно. Жидная. Ну все, вхожу. Походила 15 минут. Маска так и есть на лице, но ее не видно. Прикольно. Сейчас будем с вами смывать и смотреть на эффект. Ну что сказать, девчонки. Кожа увлажненная и до сих пор мотированная после этой масочки. Да, как она была с маской мотированной, так и есть. Там чего-то сверхъестественного, ничего не случилось. Тон ровный, в принципе, лицо увлажненное. Такая средненькая уходовая масочка. Все нормально. По эффекту из этих двух, по мне, она лично самая слабая. Но не забываем тот момент, что все мы разные, кожа у всех разная. По мне, вот от нее вот просто эффект, да, легкой увлажненности и все, и не более. И даже, может быть, сухой кожи прям захочется срочно нанести какой-то крем, потому что совсем легкое увлажнение и мотирование. Не хватает здесь чего-то такого питательного мне вот в этой маске лично, да. Поэтому для сухой возрастной кожи банановую я поставила бы на последнее место. Для сухой возрастной лучше розовую, голубую для любой на утреннее пробуждение обалденно. А банановую, желтую я бы назвала, знаете, из разряда так побаловаться. Вот. Это лично мое мнение. Девчонки, а так смотрите сами. Ну, я еще буду продолжать тестировать, обязательно вам в обзоре каталога продублирую, если что-то изменится. И пост Instagram, конечно, тоже напишу. Нет, как-то сейчас вот уже суховато, суховато. Хочется уже быстрее чем-то лицо сбрызнуть. Как-то вот после этой масочки суховато на коже. Поэтому функция даже заявленного увлажнения, как они здесь написали, смягчает и увлажняет. Маловато смягчения, маловато увлажнения. Лично мне. Так, ну и все, на этом видео будем заканчивать. Тогда скраб мы с вами протестируем следующим, потому что для этого видео так много информации. Хочу на утро вам, на завтра его сразу выложить. Да, побыстрее. Вы ждете отзывы на маске, я знаю. Скраб в следующем видео протестируем вместе с блондой кон. Подробненько, да, шампунь, маску-то я уже знаю. Мы с вами ее уже изучили, она классная. Теперь хочешь шампунь и попробуем вот этот вот скрабик для кожи головы. Посмотрим тоже на эффект, как он себя поведет тогда в следующем видео. Ну, я с вами прощаюсь, мои хорошие. Если видео было вам полезно, интересно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую, всем пока-пока.